Спасибо за просмотр! Разбавая тишина. Значит, я... Какие правила во время моей презентации? Можете в любое время не прерывать, можете разговаривать между собой, и можете не сидеть тихо. Можете ходить, уходить. Я не советую вам записывать что-нибудь, потому что вот у меня книжка, я всё могу вам потом скинуть. А у кого нет сейчас компьютера, если вы мне пришлёте имейл с просьбой, вперёд мы пошли. Я могу ещё много других посылать. Так что таких секретов у меня нет никаких. Вот это... Вот это информация. Конечно, опять же, вам надо записывать. Вы можете... Если кто-нибудь хотите, надо это... или кто хочет, может звонить. Или, кто хочет, может звонить. Я уехал из Советского Союза в 79-м году. Т.е. я уже не живу... Я уже не живу... Я уже не живу... на этой части... Я уже не живу... Но... В 37 лет... И почти забыл русский язык, но... В 6-м году меня пригласили русские остеокаты преподавать. И я постепенно стал вспоминать русский язык. И... Наверное, для того, чтобы укрепить эти знания, я вернулся на русской женщине 8 лет назад. Теперь я даже дома говорю по-русски. А поскольку мне приходится... Ну, писать я всё равно... Я-то как разучился, так я и не научился ещё кириться писать. Потому что я пишу на транслите, только когда есть возможность связаться с интернетом. Вот моя информация по мне, и я всегда доступен. Завтра я ещё буду отвечать по этому телефону, а потом я уезжаю, и этот телефон не работает. Но... Остаётся мой менеджер, Анастасия Трашутина, и с ней можно связаться по телефону через Facebook, и на русском языке есть веб-сайт. Кроме того, я могу вам отдать все мои длинные карточки, американские, но... если хотите написать, например, собственно... Ну, это... Как хотите... Значит... Моя профессия по образованию я физик. Но... В области физики я никогда не работал, я работал долгое время консультантом по искусственному интеллекту. И... И... Чем больше я работал в этой области, тем больше меня интересовал человеческий интеллект. В конце концов, в 2000 году я ушёл из своей профессии и начал работать с людьми непосредственно. Ну, вот... А... Тут говорили о... о... о корабле дураков. Ну, вот... У каждого... Моя роль... Наверное, было бы... Моя... Мое имя было бы колокол. Потому что я толстый. Или жирный. Потому что я от всех уходил. Я ушёл из... физики. Я учёл... Инфелекты. А... Я ушёл... Хоть я называю искрально-сакральной терапевт, но я ушёл из искрально-сакральной терапии. И сейчас я ухожу из остеопатии тоже. Куда я иду, я не знаю. У меня это своя дорога. Я вот за... Эти семьи, что ли, от России пройдёт сейчас. Много интересного смысла. Ты мне спасибо. Да, да. Спасибо. Что такое остеопатия? Если вы будете искать определение остеопатии, вы ряду его найдёте. Мне мало кто даёт определение. Это моё определение. Если вы потом найдёте, что профессор А или профессор Г, у них другая определение. Остеопатия – это метод медицинского лечения. Он заключается в осознанной организме структуры и функции тканей для достижения гармонии организма и опирается на утверждение, что пациенты являются совершенным творением. Успешная работа остеопата зависит от знания анатомии, физиологии и от степени осознания своей собственной связи с творцом и заключается в устранении препятствий проявления совершенства его творения или здоровья. И вот мне понравилось, что Елена сказала, что творчество – это не обязательно искусство. Для меня здоровье – это творчество. В этом смысле, когда я увидел название своего мастер-класса, я сказал, что в чём тут творчество. Вот, пожалуйста, вопрос. Здоровье – это творчество. Я помогаю людям соединиться со здоровьем. Ну, вот вы психологи, что вы скажете про этого человека, скажем, молодого человека? Больной какой-то. Ты же не терапевт, пусть такие проститые девочки скажут. Больной. Ну, я согласен. Направе того, что я справлю. Поздоровел веско. Осанка изменилась. Позже моё сеанс. Молодец. Я шучу. Вот вам ответ. Разница примерно две десятые секунды. Холостой выстрел был за спиной этого человека. Почему я показываю эту картину? Это показывает связь психологического состояния со структурой. Я работаю со структурой. Я не беседую с пациентом, как психолог. Мне достаточно, чтобы пациент указал, какая у него цель. Я уже объяснил, что цель не избавиться от чего-то, а чего-то достичь. Потому что здоровье – это творчество. Чего-то достичь. Достичь можно своим ходом дойти до горшка или на одну сотню секунды я могу подбежать быстрее с самым ходом. И то, и другое для меня нормально. Посмотрите на это. Это идеальная позиция человека. Вот, если вы так смотрите на меня, у меня без малого 70. У меня далеко не идеальная постура. Смотрите вот на этого человека. Что вы про него скажете, как психолог? Вы не могли бы экран наклонить более вероятно? Да, конечно. Наверное, им легко манипулировать, правда? Наверное, он слабый человек. Потому что опирается на… Нет, это просто показаны линии. Линии, значит, линии литвора. Его опора больше вот здесь. Посмотрите на его подбородки. У одного круги не, а у другого круга… Мы говорим о волевой челюсти. Мы говорим о королевской осанке. Но это явно не король, даже не пример министра. Посмотрите, я недавно сделал фотографию Керри и Лаврова. Вот такие подбородки. Как у этого. Видите? Поэтому я не могу договориться. С этим можно договориться? Реально. Но его можно утолкнуть, чтобы он упадет. Может, с того немного повернем, что ли? Давайте я еще дальше уйду. Скажите, всем здесь я могу поделиться. Видно? Видно? Все. Понимаете, я почему это показываю? Потому что я думаю, на каких примерах мне приходилось с чем я работаю. Я отверг печень. Потому что ее очень трудно показать на себе. Или вы психологи, и к вам приходит человек, и вы вдом поймете, кто с печенью. А тут совершенно понятно. Королевская челюсть такой-то характер. Вы будете вот так себя вести с ним. Вот такая по-другому. Посмотрите на этого человека. Посмотрите на его точки силы. Вот одна здесь. Те, кто интересуется восточными определениями, наверное, мгновенно могут сказать про всякие чакры. Здесь. Посмотрите. Посмотрите на эту женщину. Виктор знает. Это моя ассистентка. Почему? Посмотрите. У нее шашка в руки. Она настолько быстро сейчас рубит шашкой, что фотоаппарат не зафиксировал. Вот лезвие. Видите? Вот здесь. Видите? Лезвие не в фокусе. Это доктор с довольно хорошим стажем. Она работала в пельмёрской клинике. И теперь она остеопатна. Преподает остеопатию в очень серьезном остеопатическом институте. Почему я показываю ее? Я показываю, что можно быть женственным. А женственной. И можно прекрасно владеть своим телом. Вы посмотрите, насколько она устойчива. А шашка нужна. Это я могу целый семинар провести, рассказывать, для чего нужна шашка. Но не важно. Увидел я вас, что пастура важна. И теперь, почему я об этом говорю? Потому что вы не можете с этим человеком работать десять лет. Вы не сделаете из него бойца. А я могу, я думаю, два сеанса это убрать. Как? Вот так. Посмотрите вот на челюсть. Видите, у него зубы назад. Я убираю, я ему делаю подбородок, как у короля или как у логоброва. И вдруг он начинает себя вести как логобров или как керри. Конечно, нам не надо войны, но вот так. Ну а вот Рузвельта. А? Рузвельта возили в коляске. Однако же он… А лицо знаешь, какой он профиль видит? Мне знакомо. Он еще тот, кто очень жесткий человек, очень сильный. Посмотрите на Хиллари. Ведьма ведьмой, но подбородок такой. А почему зубы так важны? Кусать, хватать, проводить. Кусать, хватать. Кусать, хватать. А почему бывает такая болезнь, как анолексия? Почему, когда человеку страшно… Он не ест. Он не ест. А лицо, извините. А лицо, извините. А лицо, извините. Он эксперимент проводил, который не ест. Почему вот… Почему вот… Почему ребенок, когда ночью плачет, и ему страшно, и мама ему дает либо соску, если он совсем маленький, либо шоколадку, и он успокаивается. Это… Это все физиология, это все анатомия. У нас всего 12 нервов, которые выходят из черепа. А среди этих 12-ти четыре, а четыре работают с лицом. И они выходят вот примерно здесь, здесь. А внутри… Внутри они соединяются в проплабораторе мозга, в самом центре. То есть они все влияют друг на друга. Но самое главное, что примерно там же, где эти четыре, выходят и еще один мертв, который называется блуждающий. И вот этот блуждающий мертв, он по всему телу, у него есть отростки. То есть он ответственен за работу почек, начало пузыря, гениталий, легких, сердца, селезенки, ну всего. Да? Что значит, почему мы называем зайчевым проблемом? Потому что он занял это. Прыг-пыг, замер и не дышит. Значит, это опасность. Когда у нас нарушено дыхание, мозг интерпретирует это как возможной опасности. Поскольку сейчас опасности нет, я просыпаюсь в своей кровати в Америке, в своем доме, крыша не потекает, я просыпаюсь, у меня дыхание не очень хорошее. И сразу же мозг включается, а чего бы он не бояться? Может быть, на инвестиции, может быть, на армию. Понятно. То есть блуждающий мертв говорит мне, тебе трудно дышать, а мозг говорит, о, трудно дышать, значит, стратости. Я не дышу, значит, это не страшно. Потом начинается перебой из сердца. Я вам рассказываю, что ожидает пожилого человека. Потом начинается перебой из сердца. Бум-бум-бум. У кого перебой? У кого начинается так? Это же как? Что же у зайчевых игроков? Да он, когда леса занимается. Тут же мозг начинает дымать. И так далее. Возникает хроническая атака. Потом мозг говорит, ну, не только можно там бояться наводнения или трясения, или атака наводнения, а можно просто бояться, что тебя сейчас в тахикардии, ты умеешь получить инфаркт на всякий случай. И ты таки получаешь его. Потому что получается положительная обратная связь. Чем дольше я волнусь, тем быстрее сердце, тем быстрее сердце, тем больше я волнусь. Моя работа заключается в том, конкретно в этом случае, чтобы освободить вот эту порученную взаимосвязь лицевых нервов с утверждающим нервом, который дает всякий всевозможный неприятный сигнал. Я выбрал с помощью зубов, потому что это самое такое простое. Я мог показать, как я работаю в сердце, но не важно. И вот вам пример. Немножко о здоровье. Я посмотрел разные определения здоровья. Здесь они присутствуют. Но, как я понимаю, здоровье – это динамическое равновесие организма. Заметьте, организм – не тело. Организм. И его функции с окружающей средой. С окружающей средой. То есть, если вот эти сумасшедшие… Если я имею приятный в сумасшедшем доме, если там есть вормление, ну хорошо, поверьте мне, я достаточен в этих сумасшедших домах. Никак. Понятно, я приятный. Я умею прикидывать, меня там не задерживают. Кроме того, еще что надо, я был, наверное, в самом языке. Я когда приехал в Америку, я английского не знал. И единственное, что у меня было из ценных вещей, у меня был велосипед. И у того, даже у этого велосипеда сломался вес. На второй день, когда я приехал, я пошел в этот самый велосипедный магазин, КНИК, ПЭК, продавец меня не понимает. Что я хочу? Он мне показывает колесо, которое стоит больше, чем я когда-то зарабатывал, как физика в Советском Союзе во всю жизнь. И он верит, что я ничего не понимаю. Тут у нас сзади, в закутке, работает механика. Он тоже говорит на иностранном языке. Идите, уговорите. Он оказался датчат. Ну, в общем, уговорите. Это гармоничное взаимодействие с окружающей средой. То есть, если ничего не болит, если я могу манипулировать моей семьей и моими друзьями, то все приходят ко мне в гости, приносят подарки, и я не буду работать. Это если мне хорошо. Ну, поверьте, редко кому так хорошо бывает, чтобы все это не было. Но бывает это у детей. Сейчас у меня конкретно есть девочка, пациентка, у которой левая ручка и левая ножка, она не очень хорошо работает. То есть, она, например, вот так находит, а ножку вот так вот. Ну, изумительная у меня девочка вся такая. Лучку я и отработал с первого сеанса. А сейчас мама пришла и говорит, что с ножкой очень небольшой разница. А девочка, повторяю, я не хочу. Пусть мама-то мне ей пять с половиной лет, изумительная, 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 виртуальная, навыки, словарный запас изумит. То есть, чем мне. А я не хочу, чтобы мама-то работала. Потому что я хочу, чтобы мама одевала. Я хочу ее отдавать в коре, чтобы коре за мной сразу. Она нашла дармена. К сожалению, когда она станет дремя выходить за ночь, рядом она идет мужа, который похож на эту коре. Ну, тогда уже будет познаваться. Ну, вот, но пока она вдовольную. И я не буду философски здорованной или нет. Согласно этому пределению она здоровая. Сейчас. То есть, вы ее очень любите. Есть. Я буду, поскольку, когда ребенок в таком возрасте, но тут, тут нужен какой-то педагог. Тут надо работать с мамой, тут много чего. Я, возможно, буду работать в тандеме с педагогом. Я могу лечить, потому что я могу настолько, я буду стараться настолько стимулировать. А как мне, как это лечить? Есть зоны мозга, которые отвечают за движения ногами, руками, вверхими, вверхими. Я, в основном, концентрируюсь на этом. Но чему-то на нижнюю, на верхнюю она ответила. На нижнюю она первый сеанс отвечала. А во второй сеанс, она, видно, умная девочка, поняла, что не надо. Это не ее интереса. Нет ни чем. Посмотрим. Вот тут как раз может и психолог, и лечить. Пошел к мужу. Просто она мне не дает работать на структуре. Вот посмотрите, мой пациент. Я написал образовую работу в каком году? Восьмом. Вот он ко мне пришел. Смотрите на этого человека. Как раз то, о чем говорила Ирина. Этот человек не художник, не ничего. Но он обожает работать. Тут ему восемьдесят лет. Он обожал работать в саду со своей дочкой. А для этого надо все время надеваться. Когда он нагибался, он терялся в голову. Он просто катился. Никакие светлые демозды не могли им помочь. Но у нас серьезно. У него страховка была прекрасная. Ничего не могли найти. Посмотрите, вот здесь у меня время указано. Кто не видит, я могу сказать, что это было через пятьдесят четыре минуты. Вот через пятьдесят четыре минуты. Распределился. Это не так уж важно. Важно, что было через неделю. Он пришел ко мне через неделю. Смотрите, он стоит уже ровнее. Это до сеанса. После сеанса. Смотрите. Ну и дальше уже он по-прежнему стоял хорошо. Видите? Все. На этом лечение закончилось. У него была какая-то депрессия, потому что он уже давно на пенсии. И он время от времени терял со мной. И это ему мешало жить. И от этого у него была депрессия и все такое. Вы знаете, с какой структурой я работал? С правым тазобедренным суставом. Там у него были рубцы после операции. И эти рубцы тянули. Каким-то образом перекрывалась позвоночная артерия. И, конечно, его поза мешала. А рубец тянул вот с удовольствием. Все. Депрессия у меня. Поэтому, значит, вот я прихожу к... Теперь я хочу прийти к трансперсональному аспекту моей работы. Казалось бы, пока что мы говорим просто о здоровье и о том, что... Что структура очень важна. Где же трансперсональ? Вот основатель остеопатии. Стив. Он был довольно неграмотным человеком. Он не только не закончил ни одной школой. Я бы не говорил, начальник. Его папа был проковедником. В то время проковедники в США были самые образованные. И они заодно и лечили. Ну и вот... Мальчик Энди. Мальчик Энди. Мальчик Энди. Маленький был в полке с папой. И смотрел как папа лечить. Идеи. Так же, как он просто делал. Энди был очень любезным человеком. Во время войны он... Гражданская война была в 1861-1865. Он работал и как полков с саблей, и как хирург, военный хирург. То есть, врезал людей, лечил души, мало рану и так далее. Что интересно, он ничего не пишет о том, насколько он эффективно работал как военный хирург. Я думаю, что нет. Не очень эффективно. Иначе он что-то об этом написал. Но, опять же, мы говорим о критическом состоянии, когда человек вынужден в какой-то мере сойти с ума, чтобы найти что-то новое. Я говорю не о больных людях, я говорю о тех людях, которые сходят с ума рационально. Я очень рад, что это был разговор. Не просто так, а рационально. У Энди были ужасные умигрения и головная боль с рождения. Вдобавок, примерно в начале 1870-х годов, все его дети, включая приемы, и его жена, оба язвы немало. В то время у Никиты лечили растворные штуки. Но у духовых спилы осталось очень горькое ощущение насчет врачей, насчет того. Что случилось, он очень на этом, наверное, очень приятный друг. В 1974 году на него нашло разорение, и вот он пришел к науке, которая называлась Теоплати. Он все лечил руками, и его идея была, что структура и функции взаимосвязаны. Все тело – это больше того. В конце моего рода Теоплати, он постоянно говорил о том, что человек – это совершенное творение Хворца. Он всегда, он себя называл наладчиком, а Богом называл мастер-механиком, который все спроектировал и все сделал идеально. И травмы, и всякие болезни, они выводят человека из этого медианского состояния. Все, что надо сделать остеопату – это найти небольшой винтик, который надо повернуть, и человеческий организм опять начнет функционировать правильно. Интересно его отношение к микробам. Он был современником Ви Пастера и Коха. То есть уже тогда абсолютно без всяких сомнений было решено, что существуют микробы, ахогенные они не способны убить. Он абсолютно не говорил, что мне не нужен микроскоп, чтобы вылететь человека. Я не считаю, что микробы, какие-то маленькие существа, у них что-то сделать. Конкретно у него есть несколько абзацев. Он рассказывает, что во время войны они разбили лагерь возле места, где валялись мертвые лошади после поля. И он заметил, что у всех скоро началась лихорадка. И он с иронией говорит, ну неужели микробы могли бы переползти в такие малютки, в такое большое расстояние. Мне этого не надо, я чувствовал злобоние. Вот из этого злобония все изыбали. Казалось бы, это все странно, да, и, казалось бы, человек не от мира сего. С другой стороны, ему действительно не нужно было знать про микробы. Он лечил острую дизентерию с серьезным кровотечением из аноса за один раз руками. Во всяком случае, есть 17 случаев, описанных, когда он лечил 17 детей из дизентерии в течение одного дня руками, и у всех была острая форма и многие из них кровоточили. Очевидно, ему не надо было. Не надо было знать про микробы. Вы знаете еще случаи, когда человек, который не знал про микробы и даже про анатомию, особо, лечил? Светы и склофористанского правительства? Светы, я вас понимаю, кто-то счастливее существует. Очевидно, Стив обладал чем-то другим. Чем же он обладал? Очевидно, он обладал особой связью с ветром, о которой мы говорим. И вот один из его учеников, вот он здесь сидит, вот этот. Он решил, что он пришел к определенному выводу, что кости черепа двигаются, и что в черепе происходит постоянное движение жидкости, и можно вылечить человека, если изменить движение жидкости внутри черепа. Вот этот человек, его звали, в отличие от стула он получил вызов, он был доктор. И этот человек, нажимая на разные кости черепа, он мог вылечить. Посмотрите, вот здесь он освобождает кость, которая называется височная, от затылочной. Вот это такой прием. Посмотрите, ему надо четыре здоровых мандука. Один надавливает на затылочную кость вниз, второй держит теменную кость. А вот это вот хватает. В общем, вы видите, да? Видите, здесь довольно много усилий приложено. Это было примерно в десятых годах прошлого века, уже в двадцатом веке. Посмотрите, что тот же доктор Саван был уже в сортовые годы. Всего два человека. И касание очень легкое. Больше того, в конце пятидесятых, вернее, он уже в пятьдесятых годах, тут мы приближаемся уже к трансперсональным явлениям. Он понял, что иногда вообще он может ничего не делать и происходит извлечение. Смотрите, один из моих современников, доктор Аббеджер. Я думаю, что это было в шестьдесятых годах. Он тогда закончил такой институт. Смотрите, он делает ту же самую процедуру, уже один. Вы видите, он слегка держит затылочную кость вот так вот, вот этими пальцами, да? А с большим он слегка нажимает вверх на те минуты. Вот когда сам этот доктор Аббеджер уже постарше. Вы видите, совершенно другое касание. Он уже... Здесь он вот так вот, видите, почти нажимает, а здесь он уже не нажимает. И вот это из его учений, да? Вот картинка. Это уже в семьдесятые годы. То есть, вы видите, не является ли его трансперсональной техникой? То есть, его намерение передается его пальцами. И вот эта жесткая коробка, которую футболисты принимают. Представляете? Удар, бомб. И сколько раз мы падаем на дарах, и череп. А очень твердую поверхность, и ничего не происходит. А тут легкое касание и намерение. И все, и все устраивается. Вот это и есть трансперсональный аспект нашей работы Астеропатов. Что здесь написано? Вот, с шрифтом знака Шарлатар. Если сейчас, я почитал кое-какую литературу, я думаю, что мы решили. Сейчас считается, что есть так называемые доказательные медицины. Это как медицина, в которой проводите статистические эксперименты и можете что-то доказать. И бездоказательные медицины. И вот, остеопатия относится к бездоказательной медицины. То есть, нет этих самых, невозможно провести статистических экспериментов. Почему? Потому что, если взять 10 остеопатов, неизвестно, кто будет обладать определенным духовным потенциалом, а кто нет. А такая работа невозможна без духовной связи с нашим. Я возьму простой аспект. Аспект есть такой свой? Да, есть. Простой аспект духовности, дыхания. Я рад, что мне не надо особо много говорить, потому что Володя об этом уже говорил. Значит, в русском языке это дух, и дух и дыхание имеют один понятие. По латыни тоже вы видите только саму позже. Из всех докторов почему-то именно вот доктор Сайдман, который придумал экрониальную остеопатию, который я вам показывал. Это тот, который сначала работал вместе с тремя ассистентами, чтобы двигать кости черепа, а потом он заметил, что он вообще может не касаться. Почему-то единственный он говорил о правильном дыхании. И почему-то никто так не дышит. Но случилось так, что он об этом говорил, но он не знал, как этому научить. А сам он, наверное, так дышал. Мы не дышим диафрагмой, включая листы. Я могу показать дыхание диафрагмой. Вот это уже начинается мастер-класс. И дыхание животом. Дыхание животом, и вы все видели. Все, кто был в студии, и вы все видели. Это брюшное дыхание йога, да? Да. Но, когда я жил в Индии, то я туда приехал по приглашению Великой Гур, где я отличил. Поэтому я знаю, где-то у нас. Они все больные. Может быть, Айнгарный, где я его тоже не пропустил. Он у меня не лечился, он у меня не лечился. Смотрите. Ну, мне будет 72 премия. Смотрите. Смотрите, вот, на манеру дыхания. Сзади. Сзади. Я ввести останусь сюда, а вы ввести. Смотрите. Там я поделюсь в пол. То, что я, то, что вы слышите у джей, это немец. Я делаю джей, потому что я контролирую медленность. Дальше. Теперь посмотрите против. Как я вижу. Скажите. Как лучше в Волливуде. У кого я показываю плюс. Как я вижу. Что-то двигается здесь? Нет. Посмотрите на спину. Двигается спина. Еще раз отсюда. Если я вам скажу, что так надо дышать. Если вы будете провод так дышать, вам придется забыть вообще все остальное. Есть упражнение, которое мне передал научитель Бенди, который мне сказал, что это тайны, это секретные упражнения, которые даются только особо людям. Он сказал, что в Бенди таких есть человек. Но он не разрешил их походу в вечерних целях. Хотите научиться? Да. Как? Как этому научиться? Если вы свое тело поставите в такое положение, тогда вы просто не можете дышать ни грудью, ни животом. Если вы будете эти упражнения делать в течение двух-трех лет каждый день, то вы, в конце концов, будете дышать как скажем я. И я это делаю уже в один из лет. Хотите? А это залог здоровья, особенно для людей, которые работают с больными. То есть для вас, вы как психологи, вы это должны знать, потому что таким образом на вас никогда не может повлиять какой-то другой. Как я там не... Я всегда говорю, я не вижу болезни. Я вижу только здоровье. И я вижу, если какая-то проблема уходит, то я вижу, как она уходит. То есть я вижу с детей. И все равно меня проблевают. И это случилось. В прошлом воскресенье я делал демонстрацию, когда, значит, семья... Вообще я работаю... Я не работаю отдельно с кем, особенно с маленькими детьми. Я работаю со своей семьей. Двое детей. А у младших... У старшей девочки, которая 4 лет, сильнейшая РЦФ, она еще никогда не сидела никогда. Да. Левая рука... Левая часть полностью парализована. Голубка такая, какая-то... Но она явно страдает. Она отмечет часто. Да. Какая приятная мелодия. Давайте еще попробуем. Очень приятная мелодия. Ну вот. И, конечно, мама вообще не может от нее так тихо. Она забывается между гонячком, между девочкой. Парка постоянно работает. Она оплатывает. Он уже очень устал. И все такое. Я положил всю семью. Вернее, всю семью на стол. На две кушетки. А малышка держала моя ассистентка, которая с шашками. И вы знаете, вот я когда... Большое нейтральное состояние меня пробило. И вот эти студенты, которые были вокруг меня, они увидели, что... Что у меня прервался... Вот сейчас я вспоминаю, у меня прервается голос. У меня голос прервался. И вот слезы уже очень близко подкатили глаза. И что я начал делать? Я начал еще сильнее дышать. Я просто всегда дышу, но тут я уже вообще разперся весь, как бабочка. И она ушла. Но девочка после первого сеанса стала двигать ручкой и ножкой. И держит голову. Вышли. Значит, я на связи с мамой, и мама говорит, что она уже не плачет. То есть она так просыпается, пахнычет и перестанет. Вот это и есть дыхание. Смотрите. Если руки наверху, вот так вот, если вы тянетесь, если вы тянетесь кверху, за всей силой, то вы уже не можете... Подождите, сначала не делайте. Вы уже не можете поднять грудь или поднять плечи при вдохе. Правильно? Если вы настолько затянете, что у вас живот прямо вытянут. Вы не можете дышать животом. Вот в этом положении попробуйте все встать. Серьезно. 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 Вы тянете, что у вас там ничего не может быть. Вы не могли никого уйти. Это первое. Это проявление встанет на ней родине. Второе. Вы старайтесь, как можно, сильнее вытянуть пальцы вот встали. Чтобы они подошли вперед. Так, как они перегружат. Делайте. А я потом еще раз скажу. Это вы не делаете. А третий приоритет. Не все могут держать передние руки. Не волнуйтесь. И теперь посмотрите. Вдох и выдох. На выдохе тянитесь вверх. На выдохе вы тянетесь вверх. На выдохе вы стараетесь... Возможно, дальше. На вдохе вы удерживаете вот это растяжение. Ладошки вместе. И у вас... Вот так. Ага. И посмотрите, что происходит. В этом положении вы не можете дышать животом. Вы не можете поднимать плечи. Потому что они уже и так поднимут. Что остается? Только... Только движание нижней части вверху. Смотрите. Смотрите. А ноги прямые? Ноги никогда не могут быть прямыми. Они слегка посомнят. Представьте себе. Если я... Смотрите. Если у меня вот так вот. Вот у меня под. Вот я иду. Я могу встать и напрямую ногу не убрать. Удобно? Удобно. Удобно. Я не могу быть заместителем тела. Нет. А теперь, если я там удобнее, я не могу. Если я буду держать прямые ноги, я упомяну. Удобно. Да. Посмотрите. Я думаю, Керри возьмет меня. У меня, кстати, сосед. Дай мне вопрос. Теперь посмотрите. Я хочу вам показать, насколько это дыхание имеет значение. Сейчас я вам просто покажу другое упражнение, чтобы у вас не было желания повторить. За мной. Я хочу, чтобы 99% вашего внимания было на ваше собственное тело. Чтобы вы примерно знали, что я здесь комната находится. Хотите? Смотрите, что будет с вашим телом. Кто поймал? Ну, очищение пространства. Очищение пространства. Вы почувствовали внутри? Да, конечно. Убирается плохая энергия. Я физик. Вы мне не можете сказать, что существует плохая энергия. Да. Вы можете сказать, вы почувствовали где-то в ваших вибрациях? Ингалейшин. 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 Кто-нибудь еще почувствовал? Вот человеку жарко стал, потому что активизировалась миропура. Потому что активизировались звездчатые, солнечные и брюшные светения. А китайцы говорят, что в хитрах страна добивать. А по-русски с Вадхистаном они пурные шутки. А по-русски с Вадхистаном они пурные шутки. А по-русски с Вадхистаном они пурные шутки. Я уже давно, у меня память плохая, давно я. Я свой телефон не знаю. Я когда попадаю домой, выхожу на той станции метро. Еще раз посмотрите, я вам покажу другое упражнение. Следите за вашим телом. Поймали? Кто не поймал? Руку поднимите. И вы. Кто-нибудь еще? Может, и у вас. А сейчас я буду на них обращать внимание. А кто постеснялся поднять? Поднял. Виктор, я на тебя не могу. Вот что интересно. Виктор очень близкий человек. И я говорю, сильнее и очень трудно работать. Он мне даже как сильнее. Я ему не могу помочь. Иди сюда. Но ты мне не пользуй статистику. Я всем скажу, что ты почувствовал. Ладно. Я тогда, я добавлю вас, о котором я вам говорил. При этом вы скручиваете ноги. Пальцы? Вы скручиваете ноги. Если я начну скручивать ноги, пойду во внутреннюю ротацию, вы видите, как у меня. А если я пальцем прям схвачусь, вот так вот, ну вы все не можете этого делать. То смотрите, что получается. У меня пятки поднимаются. При этом, когда я в ботинках, я не очень могу это сделать. Но когда я в ботинках, сколько у меня здесь сложная ситуация. Приятно. Хотите? Нет. Сейчас вы чувствуете. Чувствовать можно в обуви. Поехали. Все внимание на себя. Поймали? Я не могу. Ну, это как-то автоматом произошло. Что-то почувствовали? Ну, просто... Ну, не остремлялась. Ну, не остремлялась. Ну, не остремлялась. Ну, не остремлялась. Так, вы поймали. Что-то, да? Если нет, я вас оставлю. Вы уходите. Раз вы поймали. Вы поймали? Я оставлю. Нет. Ты поймал? Так я должен поймать как-то... В себе. В себе. Твое дыхание. Нет, твое дыхание. Твое ощущение должно измениться. Посмотрев на тебя. На меня ты смотришь краем глаза. Только ты знаешь, что я здесь. Все внимание на себе. А я что делаю? Ничего. Ты слушаешь свое тело. Ты смотришь на меня. Я вообще уйду вот сюда. Чтобы на меня не смотреть. На. Кто из вас поймал? Нет, ну, в ногах чувствую. В ногах. В ногах. На чувствах. Я не могу предсказать, что вы вы чувствуете. Вы что ли понимаете? Мурашки в руках. Мурашки в руках. Мурашки в руках. Здесь легко вибрация. И вот ты и вбратишь. Ничего не так. Он не так. Нет-нет. Что тут было? Я буду. Я буду сайтами. Что тут? Что тут? Что тут? Что тут? Ну я не пойму. Почему Синкерс тоже на работе? А? Вы можете рассказать теперь, как ты работаешь, что вы делаете? Я могу рассказать. Садитесь опять, я могу рассказать. Почему семья трудно работать? Потому что очень трудно, очень трудно соблюдать, не тратить. Потому что если я работаю со своим внуком, просто так, у него там чуть-чуть коллега работает, то я еще знаю, что я не могу отказаться от мысли, что хорошо бы ему еще и есть овощи. А то он ест пигмени уже 8 лет, каждый день 8 пигмени в обед. Каждый день? Каждый день. Если вдруг эта фирма обанкротится, он не как-то нанежу в инстаграме, а ребенок просто умрет с волка. Я не могу быть нейтральным. Но, когда он смертельно заболел, я смог помочь. Это еще один знал, если я, может быть, и не успею сказать. Поэтому трудно семья. Я вот рассказывал, что я женат сейчас, не первый раз, но в этот раз я женат уже 8 лет. И первые 6,5 лет я не мог работать со своей женой. Она говорит, ты слышишь, там, инбатизм. Честно говоря, я бы тут почел, чтобы она тоже, скажем, ну, больше занималась спортом или еще что-то. Она очень, она художница, она там рисует. Иногда она всем очень может рисовать. Она забывает и есть, и пить. А вон, когда она падает от отниможения, такие, плохо. Я не могу вот когда от этого уйти. Поэтому стоило мне начать ее лечить, она говорит, ты что нажимаешь на нее? А я говорю, как нажимаю? Вот ручкой. Все равно. Все равно ты не внедряешься. Вот вам, пожалуйста. Прошло 6,5 лет, я ему говорю, что она захватывает фрейминг. То есть она меня не тренировала теперь, я уже не внедряюсь. Я ее могу лечить и в серьезных ситуациях, и в легких ситуациях, в простуде, чтобы я могу. Потому что я не ношу этого. Что я делаю? Я дышу правильно. Больше, не меньше. Я правильно дышу. Для меня это духовность. Плюс я совершенно не зациклен на всех вас. Я совершенно нейтрален по отношению к тому, 90% из вас почувствует это, или только один человек. Как только я начну зацикливаться, как только я... То же самое у меня в моем кабинете. Я настолько уверен, что если пациент партнер, у меня все получится. Я не переживаю, я не думаю о том, что про меня подумают. И я в потоке, я когда с Вильтром познакомился, я думаю, что слово поток, я сам себе думал, никто не использует. Оказывается, все мне используют. Ну вот. Я совсем другой человек. Я себя веду, я абсолютно непредсказуемый. Я сам удивляюсь потом, как-то я мог себя так вести. Я работаю... Мне не важно, человек вот здесь. Иногда очень важно работать руками. Иногда, если человек на другой стороне океана, я не работаю руками, я работаю своим намерением иногда, а иногда просто нейтральностью. Что значит для меня структура? Я могу своим вниманием просто коснуться, скажем, лицевого нерва здесь, я знаю, что он. И на каком-нибудь из окончания, здесь он начинается, и на каком-то окончании на лице. И если я вижу, я могу почувствовать, что проблема как раз в этом окончании, и этот нерва расплывается. Как я это знаю? Я это чувствую, я тень этого чувствую на себе. Я чувствую тень этого на себе, когда нерва расплывается и он отвечает на это. Ну это трудно, конечно, объяснить тебе. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что я всегда работаю на структуре. Если я разговариваю с человеком до этого или после этого, после, чтобы показать, что я сделал, чтобы человек не подумал, что это потому, что он вдруг начал, совпало с тем, что он начал принимать другие витамины американские. Кстати, я могу открыть Америку. Самые дорогие у нас добавки из России или там, это из России. Это стоит примерно 20 раз дороже, чем то, что мы могли купить американское производство из детальского. А здесь, насколько я знаю, считается дорогим. Американство, на которое мы не смотрим, они там расширят стоят. Ну вот, ответил. Такие еще вопросы есть. Вот такой вопрос. Начали пояснение. Вот Андрей Бергсон, французский философ, он писал про творческую эволюцию, писал интуитивизму. Вот в следующем образе. Осана-Езник полизует ганглей мухи, тащит ее в свою норку, которая пойдет на еду, окладывает яичник, выживающему потомству. Андрей Бергсон объясняет это следующим образом, что Осана-Езник своей внутренней какой-то, так сказать, не знаю, психикой, харизмой, своей внутренней с внутренними ощущениями чувствует, где эти ганглии как бы в себе. И потом безошибочно наносит укол. То есть это вот это аналогия, да? Аналогия, да. Удивительно, я вижу, что, я все больше убеждаю, что я не никакие это не делаю, хоть я интенсивно к этому прихожу. Что интересно, что я, вот у меня прозрение происходит примерно раз в два в неделю, что это такое. Вы говорили здесь о юнге, это стоит, то есть мое состояние, оно чего-то стоит. Это были сильнейшие травмы, сильнейшие травмы головы, клиническая смерть, когда я была ребенком, и все такое. Моя память все хуже и хуже. Я теперь забываю анатомию. Но зато я интересирую тем, что я совершенно непредвзято отношусь к тому, что ко мне идет, в том числе оказалось бы и вещи, которые противоположны тому, что я делал, например, психология. А вот я очень много полезного. Одна из них был разговор про юнга. Для меня вот эту красную книгу, которую Володя говорил, мне одна из моих студентов сказала, ты почитай медленно. Это очень похоже на то, что ты делаешь. Я говорю, ты знаешь, у меня глава не работает. Я больше, по странице не могу засыпать. Читать, потому что я засыпаю. У меня что-то в мозгу и определенная когнитивная функция у меня утрачена. Она говорит, ну хоть ты почитай. Это написано для дилетантов. Это не теоретически. Красная книга. Ладно, я взял эту книгу владелица своей клиники и открыл на большую у него есть большой труп про Иова. Из видео, знаете, Иова. Иова. Как? Книга Иова. Книга Иова. Он об этом пишет. Я открыл на Маугат. Где он пишет, что евреи Бога сделали такими же как они сами. То есть он злой, ему нельзя верить, человек, который его так любит, а он ему отдал на рассерзание дьяволе и все такое. Ну, я в то время даже не знал, что Иов был большим этим антисиметром, это не важно. Это для меня было такое открытие, что для меня сразу стало ясно. Йонг абсолютно не понял эту книгу. Абсолютно не понял. И вдруг для меня Ивангелие я читаю довольно легко, я понимаю. Старый завет с трудом. И вдруг я понял, что такое Иов. Что такое книга Иова и что есть Иов. Иов это человек, который остается здоровым, и стремится к здоровью, несмотря на заболевание. Йонг это пример моего пациента. А почему? Потому что он относится к себе, к себе относится с конструктивным. в любой ситуации он верит в то, что есть выход. Для меня совершенно не интересно Бог или дьявол. Для меня Иов сам интересен. И для меня это предмет вдохновения. и теперь я перечитал книгу я уже не стал читать. А почему-то я когда читаю книгу Йов, я не засыпаю и не окрашиваю. Можно ли сказать, что читать книгу Йов вы выходите в определенное состояние трансовое и какие-то вибрации, которые идут, нажимают виртуально на те точки, которые позволяют вам совершенно спокойно читать и не засыпать. Вот это и есть пространство трансферсиональное да, потому что я научился этому отдаваться. Меня это не страшит. Теперь давайте еще что-нибудь сделаем такое, чтобы вам было приятно на колесе. Вот вы сидите, здесь два варианта. Вот сидите, сядьте так, чтобы у вас плотно было или так, была ровная 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 и вам было удобно. Заходите глаза. Если вы держите между ног телефон, у вас может открыться не та чакра. Что там телефон запишет? Не знаю. Вдох выдох. То, что вы наташа держите телефон, у вас вообще ничего не откроется. Это что я вам хочу сказать. Как только вы что-то записываете, вы будете помнить то, что вы записали, а не мимолетное ощущение, которое было сейчас. Это куда важнее. А мне не жалко, вы можете записывать. Я могу только оставьте это, чтобы вы не держали в руках. Ну вот, выдох, выдох. Прислушайтесь к вашему дыханию. И совершенно полным идиотизмом сказать не думайте ничего, ни о чем. пратия хара в йогах это значит withdraw the senses заберите ваши органы восприятия. Это не значит, что вы ничего не слышите, не видите. Это значит, что вы нейтральны от того, что происходит вокруг. А также вы не бегаете за вашими мыслями, вы нейтральны к тому, что каждый мишин приходит и уходит как бревна на лесосплаве. Вы строите у реки одно бревно, потом другое. Вы не бежите вниз по течению. на лесосплаве. Вы не бежите на лесосплаве. Глаза не открывайте, хорошо. Кто не почувствовал чего-то интересного, поднимите руку. Кто стеснялся принять руку? Кто еще? Глаза закройте. Я ощущал, что кто-то еще не почувствовал. Остальные, кто почувствовал, можете открыть глаза и посмотреть, что происходит. Можете почувствовать. Я не могу поднять. Сколько лет? Саша. Глаза закройте. А сейчас прошло? Поймали? Нет, сейчас. Ирина поймала? Не просто поймала, там произошло сначала такое смещение, потом вот так. Поймали. Сейчас посмотрим на руку. Поймали. Но почему-то вы себе не дали возможность. Мне не важно, пациент чувствует, что… Она блокирует, потому что у нее нет на уровне дыхания концентрации, у нее нет расслабления, потому что ловить надо, когда максимально осознаешься раскрепощаться. Да, для меня не важно, пациент чувствует, что это во время сеанса или нет. Если бы это был лечебный сеанс, то я бы вошел в ту структуру, которая не отвечает. И, в общем, с Сашей больше десяти минут не надо работать. Те, кто чувствует, видят, что ничего не двигается, и я сразу меня поднимаю. Хорошо. Хорошо. Есть? Нет. Почувствуй, что вы отдыхаете. Пошло. Может, я просто плохо осознаю? Нет. Да, ты плохо осознаешь, но это не значит, что у тебя немножко лучше то, что я не знаю, что делать, и будет продолжаться подробностей, но что-то лучше. Угу. Нет. Я согласен с этим. Да, я думаю, что через пару дней станешь гладием. Кто станет? Гладием. Я. Натураль. И волосы вырастут. Ну да. Подмышкой. Значит, начнется с подмышкой. Я. Ну, лучше сидеть. Но. Это уже как Бог скажет. Мы не гарантируем. Какой принцип этой работы? Так же, как вы, 99% на вас, так же, в принципе, интуитивно я еще, конечно, я двигаю определенный вопрос, но интуитивно я, когда уже у пациента, и у меня появилась связь с пациентом, я очень сильно полагаюсь на желание пациента самоизлечиться. И это ключевое. Кто самый простой пациент? Тот, у кого мыслительная функция мозга минимальная. Я работаю с дикими животными. Настоящими? А? Настоящими? Нет. С чучерами. Ну, как? С чучерами. Я живу в лесу. И вокруг ходят оледние. Лисы, заяцы и тазачи. И они не очень примитивные жены. Скажем, иноты. Ну, они как академики. Они, главное, примитивные, глупые. И иногда мне, они примерно у них, они ходят, когда подними тем же тропинками. Иногда мне жена говорит, вот в последнее время один олень все время громает. Давай. Сейчас он говорит, если он, ты его увидишь, сосредоточься. И я на него попадаю, я знаю, когда происходят контакты. Вот, например, я знал, что с вами произошел контакт, вы чувствовали или нет. А в то же время, пока я на них не обращал внимания, я знал, что у кого-то нет контакта. И я произошел контакт. И потом уже мы смотрим, неделю-две проходит. Я не могу сказать конкретно, какое лень, я их не узнаю. Но неделю-две проходит, никто не хромает. Но все-таки минуты три я потратил на него. У кого еще меньше мозгов, чем у лень, у птиц. И было, по крайней мере, два случая. Мы идем, ну, где-то там, в Аризоне, в парках, там, разумеемые парки. И вот прямо у тропы сидит птица, и, во-первых, она не улетает. Она не улетает, все перья свалявшиеся, и крылья опустились ниже, чем ее лапочки. И опять же, она говорит, ты по лечению. Я говорю, я птиц никогда не лечил. Это было когда первый раз. Я говорю, ты попробуй. Вот контакт, ох, меньше тридцати секунд. Да, это птица очень нераномная. Ко всех пор уже несколько птиц я вот такой лечил. Почему, для меня, почему мы все еще читаем Библию? Потому что там какая-то есть правда, а трансперсональная. И для меня вот тот факт, что человек был изгнан Адам, съел весь игра, я это понимаю как две вещи. Во-первых, человек начинает, пытается осмыслить и дать какое-то значение своим физиологическим ощущениям. И во-вторых, человек забыл правильное дыхание диафрагмы. Вот и то, и другое я пульсирую. Поэтому мне довольно легко работать. Поэтому я работаю с пациентами, иногда бывает по 14 в день, и я не устаю. А мои молодые ассистенты, они устают после шести пациентов. Что я больно решу. А можно вопрос? Вот Вы говорили о том, что Вы предпочитаете, скажем, доработать с теми, кто хочет лечиться. А вот если человек как бы с одной стороны хочет, а с другой стороны он не верит в эти методы, Вы берете таких пациентов? То есть, если он приходит и платит ту большую цену, которую я беру, то если он не верит, то нет. Ну как? Во-первых, я работаю со всеми, у кого есть нормальная цель. Какая-то цель. Если у меня нет цели, я не работаю. Если цель такая, которая мне непонятна, я тоже беру. Но если человек по секрету, у него другая цель, а на самом деле он просто хочет что-то там от меня получить, а цель это другая. Оно выявляется как-то. Я абсолютно не экстрасенс. Я мыслей не читаю. Меня обмануть? Вот я даю две тысячи от нее в кассе. И это кому-то еще? Ну ладно. Я не вижу. Но я Вам расскажу вот на эту тему. Я сейчас расскажу руку про кассета, который у меня был во вторник, по-моему. Да. Опять же, приехала мама-папа и ребенок. Потому что у ребенка были проблемы, а я всегда мама-папа работаю. Но папа там где-то, он забежался с машиной. Я отработал жену и ребенка. Пап появился сначала, потом уже и папа. Жена сидит и с ребенком там занимается администратором. Я говорю, ну вот у Вас какая цель? Жена молодая, очень красивая женщина. Скажите, ему лет 35, наверное. Он говорит, ну как всегда, какая цель? Он говорит, у меня застоев в тазу, и я хочу, чтобы меня не было застоев. Нет, я говорю, это не цель. У Вас должна быть какая-то позитивная цель, что Вы хотите чего-то добиться. Я как бы помогаю. Вот если бы у Вас не было застоя, что бы случилось с Вами хорошее? И он мне говорит, я бы получил нужную информацию от своих предков. Опа, я говорю, я не могу помочь. Я не знаю вообще, я в этом не разбираюсь. Сходите к кому-то. Он говорит, нет, Вы же, Вам на мне говорили, Вы такой специалист. Я не могу. Ну ладно, я говорю, а как это Вы? Он говорит, ну что я работаю с анатонией, с физиологией. Насчет детков я не знаю. Я не умею это в него. И он говорит, ну ладно. Я бы хотел, чтобы была гормония в семье. А в чем заключается гормония в семье? Ну вот, чтобы у нас были главы о жене и жене. А как так? Ну уже 4 года как не было. Но она не любит, чтобы я ее толком. И я понимаю, почему они уже стоят за долг. Я говорю, ну это нормально. Значит, я думаю, что я Вам могу помочь. И я думаю, Вы сами поймете, что Вы можете быть привлекательными в Вашей жизни. И он уже разделся. Значит, все. То есть до этого Вы мне ничего не должны. И до свидания. Тут он уже разделся, лег. Я уже сел к кушетке. И он говорит, а что касается предков, ну может быть, будущее жизни. Я с ними занимаюсь. Опа. Я говорю, одевайтесь. Все. То есть он меня хотел... Ну... Взять на пункт. Взять на пункт. Взять на пункт. Ну... Я не только потерял. Может быть, не любить, а не заниматься. А? Может быть он хочет любить, а не заниматься недавно. Не-не-нет, он хочет и любить тоже. Ну, как можно любить, если ты хочешь. Ну, интересно заниматься. Нельзя. Ну я потерял, значит, денег за это. Кроме заплатить за аренду я всё равно плачу почасовую аренду. Ну как можно заниматься любителями, манационной болью, если ты предполагаешься? Надо бы сказать по одному вопросу за один раз. Уже это выбрали проблему, сейчас работаем, остальное ты другим возьмёшь? Остальные уже в новой жизни. Всё, ну выбрали проблему. Я могу сказать так, знаете, заплатите следующий сеанс в новой жизни прямо сейчас. У меня вопрос с вами, наверное, можете ли вы технически описать, как вы это делаете? Ну, например, создаёшь состояние пустоты, подстраиваюсь под клиента. Я не подстраиваюсь, я совершенно нейтральный. Я не знаю, что такое пустота. Я не родитель. Вот технически вы можете ещё и рассказать? У меня был период, когда меня отвезли в Индию, чтобы я речил гуру всяких, и чтобы я там обучал индусов тем, кто много любил. В то время я был вовлечён в медитацию, я полностью ушёл от медитации. Я не знаю, что такое пустота. Я вхожу в своё тело, мне приятно. Вот то, что я вам показал, я про вас не думал, я немножко ощущал вас, но мне просто приятно. Попробуйте вы все сейчас вместе войти. Такое ощущение, когда вам приятно. Я не хочу вам подсказывать, что вы можете чувствовать в теле, потому что это уже с их подсказкой, или в какой-то мере я индуцирую, или это уже будет каким-то моментом, я не хочу подсказать. Вот у Ирины мурашки на ладонях. Это не только, я хочу, можно два слова сказать, да? Во-первых, не только мурашки, а просто нормальное растворение. Но вот то, что вы говорите, что вы ушли от медитации, на самом деле это всё совсем не так. Вы просто пребываете в медитации, для вас это нормальное состояние? Да, это нормально, но медитация, если я достаточно тусовался с курами, Медитация – это уход. То есть Патанджели говорит, что то, что вокруг нас – это нереальность, реальность – это внутри. То есть медитация – это способ уйти вовнутрь, попасть в самархи третьей или четвертой стадии, и тогда это, ну, многие индусы считают, что это точка смерти. Но я это получил довольно давно в этом времени. Вот если вы говорите о том, что вы индуцируете, да, что… Вот для меня, по моим ощущениям, у меня почти 47 лет я занимаюсь этими вещами, то у меня вот по ощущениям моим, телесным, ментальным, эмоциональным, надэмоциональным, совершенно четкое состояние медитативное. Просто другое дело, что вот этот размах, да, вот ощущение вот этого пребывания здесь и там одновременно, он у меня достаточно широкий. Поэтому вот для меня, на самом деле, это как бы нормальное состояние, можно сказать, медитации. Для кого-то это медитация. Для кого-то? Ну, это экономическая она. Да. Я, включая в это весь мир… Вот пространство, да. Но вот вы совершенно четко индуцируете вот это состояние. Значит, вы сами внутри этого пребываете. А когда вы пребываете внутри, то вы это не осознаете как медитацию. Да-да, да. Потому что я, я Дмитру, например, я обожаю здесь Дмитру, потому что мне так нравится. Конечно. Очень хорошая рабочая атмосфера. Да-да. Абстрагируешься с этим. Кто никогда не медитировал вообще в тёмный лес? Поднимите руку. Так. Какие счастливые. Вы ещё науше. Кто ещё поднял? Да. Вы? Кто такой мужчина? Вы? Так. Вы сядьте вот сюда. В этом лесу. Вы тоже подойдите. Вы сядьте сюда. Мы отдаёмся. Ну, наверное, извините, но там у вас среди докладчиков можно уходить. Ну, давайте завершим-то. Нет. Давайте закончим. Я же начальник сказал. Ну, даже... Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Ну, вот смотрите. Как вас звать? Артём. Артём, вы вообще ни о чём не обращайте никого внимания. Так. И постарайтесь вообще подумать о том, что мы занимаемся полной ерундой. Как это ты назвал того человека, который помнишь фотки? Ну, понял. Ну, понял. В общем, цитирую член города. Он не так назывался. Годится, да? Ну, вообще, какой-то американец дурак приехал. Хорошо? Все, что здесь происходит, в полной ерундой. Ну, и всё. Это то, что от вас требуется. Артём, ну, раз, так, два. Вот. Вот. А вы просто к себя уйдите, вот, почувствуйте, хорошо вам лицо. Хорошо? И вот положите это в эти какие-то плечи. Видите, как все же бисели. Вот, как я понимаю сейчас. Видите, вы все готовы, если вы полностью нейтрально? Вам вообще не забыли еще? Не очень против. Артём, вы конечно стараетесь начально почувствовать. Ой, а как сейчас? Хорошо? А что происходит? Спина проявляется или нет? Я как будто объединилась. Что-что? Я как будто вместе с ним объединилась, потому что у него что-то целое такое. А у вас что такое происходит? У меня? Угу. Это гиперлордоз. Я не знаю. Загрязнилась? Я чувствую свое тело. Я чувствую свое тело. Что у меня есть. Я чувствую свое тело. Артем, вы что-нибудь почувствуете? У меня есть? Спокойство. Ну, где-нибудь. Вы почувствуете что-нибудь? Тепло. Тепло. Где ты? В плечах. Ну, сейчас, который не верит, пожалуйста, он все-таки почувствовал, как тепло у дилетанта. Ирина, я не помогал. Что? Я не помогал. Ну, да. Ну, чуть-чуть. Ну, так. А можно один маленький практический вопрос? Да. 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 Это обязательно. Ну, как сказать, это адрес. Я об этом могу. Своим студентам я даже не говорю. Снимали основательно. Так. А, здесь лыжки хватит. Еще сколько тут? Вы здесь будете или в другом зале? Здесь Марс Сары будет. Вот. Визионерском там применении в Будаине и в чинезанинстве. А кто сейчас здесь будет? Марс Сары.